Всем привет! В этом видео речь пойдет о флагмане компании Huawei под названием Mate 20 Pro, который сейчас занимает первую строчку в мире мобильных камер по версии авторитетного издательства DXOMark. К слову говоря, этот аппарат также был признан лучшим смартфоном на недавно прошедшей выставке MWC 2019. В общем, я думаю вы поняли, что смартфон не из простых, поэтому я решил уделить ему особое внимание. В течении месяца я им пользовался, изучал все его особенности и теперь готов составить более полную картину со всеми его достоинствами и недостатками. Заодно немного сопоставим его с народным флагманом Pocophone F1 и изысканным флагманом Meizu 16H. В общем, усаживайтесь поудобней, потому как обзор будет не быстрым, но зато подробным и информативным. В описании под видео есть ссылка на официальный магазин компании, где вы можете его приобрести, но и для тех кто спешит, в комментариях найдите содержание с таймкодами. Но мы привычно начнем со знакомства с комплектацией. Вместе со смартфоном в коробке вы найдете мощный 40-ваттный блок зарядного устройства, выдающий 10 вольт 4 ампера, специальный кабель USB Type-C, способный передавать эту мощь, силиконовый чехол, переходник на 3,5-минтровый джек, думаю вы понимаете зачем, фирменную гарнитуру, скрепку и различную инструкцию с гарантийным талоном. Всего аппарат выпускается в шести разных расцветках, но в разных странах не все вариации доступны. В моделях синего и зубрудного цветов есть лазерная насечка на стекле, благодаря которой аппарат не такой скользкий и даже в мокрых руках держится уверенно. Кстати воды он не боится, потому как у него есть защита по стандарту IP68 и это несомненно жирный плюс. Диагональ смартфона составляет 6,39 дюймов при соотношении сторон 19-9. Экран с двух сторон закрулен по технологии 3D, как в Galaxy Note. Стекло тут ударопрочное, Gorilla Glass 3-го поколения. Олеофобное покрытие естественно тоже присутствует. Вверху в так называемой моноброви расположилась фронтальная камера, разговорный динамик, разноцветный индикатор событий и инфракрасный датчик для более быстрого распознавания лица. Нижний подбородок компактен, но не симметричен в верхней части. Управление жестами реализовано, но при желании на экранной сенсорной кнопке тоже можно включить. На верхней грани расположился инфракрасный порт для управления бытовой техникой и дополнительный микрофон шумоподавления. Внизу два основных микрофона по краям, лоток под 2 на 7 карты, microSD сюда увы не поставишь и разъем USB Type-C, в который встроен выход основного динамика. Интересное и вполне разумное решение. Левая грань ничего в себе не содержит, то есть никаких тебе разъемов и кнопок. Справа красная кнопка управления питанием и качельки регулировки громкости. Металлические, сидят плотно и не болтаются. Сзади видим логотип компании Huawei и три основных разнопрофильных камер от Leaky с двухцветной светодиодной вспышкой. На цвету мой смартфон немного меняет оттенок, с изумрудного на более синий. Смотрится солидно. Корпус аппарата выполнен по классической схеме. Каркас и боковые грани из алюминиевого сплава. Спереди и сзади стекло Gorilla Glass. Размеры можно сказать стандартные. В руке лежит он отлично, благодаря закруглениям 3D. Да и в целом эргономика мне его понравилась. Приятно и удобно пользоваться с такими вот покатными краями. Я одной рукой справлялся без проблем. Задняя крышка хоть и не особо скользкая, но все же отпечатки пальцев собирает прилично. Поэтому советую пользоваться аппаратом в чехле. Тем более чехол перекрывает заднюю камеру и она не будет царапаться. И также переднее стекло будет защищено за счет выступающего бортика силиконового чехла. На удобстве использования он никак не влияет, закругление 3D не перекрывается. В общем чехол хорошо продуманный и качественный. Выглядит смартфон в нем конечно не так красиво, но зато целей будет если вдруг уроните. Смартфон работает под управлением фирменной прошивки EMUI 9.0 на базе 9 андроида. Прошивка у нас глобальная, естественно, с поддержкой беспроводного обновления. Перевод на русский полноценный. Давайте быстро пробежимся по нашей прошивке. Здесь у нас включается и выключается NFC. Тут Wi-Fi монитор у нас естественно присутствует. В экране можно менять температуру дисплея под себя, более тонко настраивать, либо включить естественный тон. То есть смартфон будет самоопределять в зависимости от освещения, менять световую температуру дисплея. Также у нас разрешение можно изменить, либо включить умное разрешение. Тоже смартфон будет самоопределять в зависимости от того, на сколько у вас заряжен смартфон, будет менять разрешение. Так называемую монобровь можно скрыть вот таким вот образом, но видите, верхняя и нижняя части не симметричны, поэтому мне кажется, что лучше уже с монобровью. Лично я к ней привык, меня она, откровенно говоря, не раздражает. Также можно у нас здесь в рабочем экране сделать отображение времени на выключенном смартфоне, то есть функция Always On дисплей можно выключить для того, чтобы немного заряд батареи не меньше садился. Еще вот у нас в батарее можно менять всякие тут у нас режимы производительные энергосбережения ультра, думаю понятно. В системе у нас здесь системная навигация меняется либо на экранные сенсорные кнопки, либо одна перемещаемая, либо управление жестами. Управление жестами реализовано вот так назад, снизу вверх в меню, снизу вверх задержали список наших последних приложений. Думаю, ясно. Ланч работает шустро, ничего не подтормаживает. Единственное, скажу, что вот именно в управлении жестами почему-то вот с папки, с рабочего стола, видите, с такой вот небольшой задержкой почему-то уходит анимация. В остальных анимации все работает хорошо, плавно и без задержек. Ну, как-то так вот сделали. Google сервисы у меня здесь были все предустановлены. Кнопочка меню можно сделать для того, чтобы все приложения спрятать и они не были на рабочем столе. Ну, либо сделать так, чтобы все приложения были на рабочем столе. Это все у нас в EMI настраивается. Верхняя шторка выглядит привычным образом, то есть здесь у нас все настраивается под себя, все в порядке. В общем, прошивка удобная, функциональная. Единственное, от себя отмечу, что мне не понравилось, то, что для того, чтобы вот верхняя шторка вызывалась, нужно тянуться непосредственно к самому верхнему краю. В MIUI там просто вот так вот сделали свайпом и верхняя шторка выпала. Здесь выплывает поиск по смартфону, то есть не очень удобно, то есть я поначалу часто промахивался, меня это раздражало, но потом привык, то есть нужно именно к самому верхнему краю тянуться. Ну, а так в остальном по программной составляющей все отлично. Давайте проверим работу сканера от пшетков пальцев. Значит, что сказать? Ну, в принципе, работает он неплохо. Процент попадания неплохой, скорость распознавания тоже довольно-таки приличная, но стандартному сканеру от пшетков пальцев он, конечно, уступает. То есть здесь нужно попадать именно в ту область, куда выгодевает зарегистрированный палец, и область попадания на самом деле не очень большая. То есть очень часто при повседневном использовании я промахиваюсь, и это не очень хорошо. То есть пока могу сказать, что технология немного сыроватая. По поводу функции Face ID. Давайте посмотрим, как она у нас отрабатывает. Смотрите, все замечательно. То есть Face ID работает отлично, благодаря инфракрасному датчику. И также большим плюсом является то, что сюда можно внести два лица. То есть я внес себя и свою жену, и спокойно пользовался. То есть это довольно-таки хорошо и удобно. Теперь по поводу процессора. Работает наш смофон под управлением процессора Kirin 980. Это у нас восьмиядерный процессор, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу. Будет круто. И работает на максимальной тактовой системе 2600 МГц. Графический чип Mali-G76 MP10. Разрешение, оно здесь своего рода 2К, то есть 3120 на 1440. Плотность пикселей составляет 538 ppi. Оперативной памяти 6 гигабайт в моем случае, LPDDR4X, но также вроде бы есть версия и на 8 гигабайт. И также у нас постоянной памяти в моем случае 128, но есть версия и на 256. Память у нас скоростная, UFC 2.0. Значит, теперь по поводу Antutu. В Antutu наш телефон набирает 305 тысяч баллов. Это и запустил производительный режим. В стандартном режиме набирает 270 тысяч баллов. Для сравнения, 845 Snapdragon набирает, видите, 284. Хотя я тоже изначально меньше набирал. То есть, видите, смотря в каком режиме, Huawei все-таки позволяет немного производительность улучшить в таком вот игровом режиме. В Geekbench тоже смотрим результаты. Это уже стандартного режима я запускал. То есть, все-таки получше Kirin 980. И в 3DMark тоже результаты немножко получше. Но в любом случае, по сути, 845 и Kirin 980 стоят примерно на одной строчке. То есть, где-то один лучше себя проявляет, где-то другой. То есть, кого-то прям-таки сильно выделять я бы, наверное, не стал. Multitouch. Отзывчивый сенсор, надеюсь, в касании с датчиками. Тут у нас полнейший набор. И магнитный сенсор, и гироскоп, и датчик давления есть. И также есть датчик HOLO, то есть, в специализированном чехле. Экран у вас будет автоматически гаснуть. И, видите, отображается шагометр. Тоже, в принципе, прикольно, удобно. Ну и модуль NFC в глобальной версии. Естественно, он у нас присутствует. То есть, в этом плане у нас полнейший порядок. По поводу Wi-Fi. Давайте посмотрим на уровень сигнала Wi-Fi. Подключаемся к моему роутеру за одной стеной. Показатели очень даже хорошие. Поддержка полосы в 5 Гц также у нас присутствует. Ну и подключимся к соседскому роутеру. Так, вот, Елена. Смотрим, тоже довольно-таки неплохие показатели. В общем, с Wi-Fi модулем все у нас в порядке. Bluetooth версии 5.0 тоже пробивает через три стены без проблем. Теперь остановимся на нашем экране. Экран у нас смотрится OLED с 2К разрешением углы обзора. Смотрите, все очень и очень круто. Вот экран видно, что у нас топовый. Никаких претензий вообще и намеков на претензии нет. Плюс глубокий черный цвет, настоящий черный. То есть, никаких у нас там пикселей на заднем фоне подсветки нет. Ну, видно, что экран реально очень и очень качественный. Запас яркости как на солнце, так и в полной темноте комфортно можно пользоваться без проблем. Давайте для сравнения посмотрим, как у нас будет проявлять экран себя вот с Pocophone IPS и OLED. Смотрим. Ну, конечно, видно, что тут получше, по качественнее экран, чем на Pocophone. На Pocophone немного похуже экран. И теперь OLED с AMOLED на Meizu 16. 16H. Ну, здесь, в принципе, экраны сопоставимы. Кого-то выделять я бы не стал. В общем, экран видно, что флагманский. Телефон работает во всех необходимых сетях с поддержкой всех необходимых бендов, если берете смартфон глобальной версии. Качество разговорного динамика и микрофона здесь отменное. То есть, даже в ветреную погоду собеседник меня всегда слышал отчетливо. А сказывается, что у нас здесь два таких вот основных микрофона. Звучание в наушниках тоже качественно, никаких претензий нет. У нас здесь есть поддержка и 5X HD Audio, это хорошо. А также есть встроенный эквалайзер Dolby Atmos. То есть, имея хорошие наушники, вы реально сможете насладиться звучанием в полной мере. И, кстати, встроенная гарнитура тоже довольно-таки хорошего качества. То есть, насладиться музыкой можно реально хорошо. Теперь давайте проверим звук внешнего динамика. У нас здесь стерео, так что обращаю ваше внимание. Теперь давайте сразу Pocophone F1 сопоставим. Так, теперь Meizu 16H. И еще раз Huawei. Ну, значит, что я вам могу сказать. Я, естественно, ранее слушал. Я скажу, что вот Meizu 16H все-таки по внешнему динамику стереозвучанию немного погромче. Я бы так сказал, и такой более качественный звук. Здесь немножко он уступает по запасу громкости. Хотя качество, наверное, все-таки на одном уровне. А вот Pocophone F1, ну, по запасу громкости может быть, наверное, наравне. Но немного по качеству звука уступает. Плюс второй внешний динамик разговорный задействуется не так уверенно, как в Huawei и 16H. В общем, внешний динамик здесь качественный и претензий, по сути, к нему нет. Давайте проверим GPS-тест нашего смартфона. Значит, спутники ловят он отлично, есть поддержка. GPS, GLONASS и Beidou. Порядка 25 спутников определяло, а это очень хороший показатель. Теперь посмотрим на экран при прямых солнечных лучах. Ну, смотрите, запаса яркости тут у нас хватает с головой. То есть пользоваться на ярком солнце можно без проблем. Значит, касаемо игровых возможностей, они здесь оправляют на очень и очень высоком уровне. То есть в абсолютно все игры на максималочках будете играть без проблем. Kirin 980, ну, точнее, графический чип Mali-G76, это у нас уровень Adreno 630 по возможностям. Поэтому можно играть в абсолютно все игры на максималочках без намеков на подтормаживание. Папк на максимальных, танки на максимальных. То есть в этом плане все у нас хорошо. И своего рода имеется такой вот игровой запас год на год, это уж точно вперед, а то может быть и на 2. При этом нагрев корпуса у нас достигается до показателей в 38 градусов. Бискомфорта я не испытывал, то есть это 38 градусов в PUBG на максималочках. Если в Asphalt 9 на максималочках, у меня там показатели в районе 34 градусов были. То есть, видите, в зависимости от игры еще. Процессор греется, максимальные значения у меня до показателей в 50 градусов. Тоже довольно-таки хорошее значение. То есть и с играми, и с нагревом здесь полнейший порядок. И переживать в этом плане вообще не стоит. Давайте посмотрим на уровень яркости нашего фонарика. В принципе, 20 градусов справляется довольно-таки хорошо. Фонарик хороший. По поводу камеры. Функционал здесь очень широкий на самом деле. Значит, что у нас здесь есть? Ну, замедленная съемка, запись видео в слоу-мо. В 32 раза может замедлять. И это круто, и это круто. Потом у нас здесь отрезок времени. То есть, это у нас таймлапсы своего рода имеются. Можно снимать там закат, поставить на съемку. Какие-нибудь такие вот там движения автомобиля, если где-нибудь панораму снимаете. Тоже, в принципе, довольно-таки хорошая, полезная вещь. А супер макро. То есть, я могу приблизить очень и очень близко телефон и снимать каких-нибудь там букашек, муравьев. И это можно делать благодаря вот такой вот супер макро режиму. На других телефонах так близко вы вряд ли сможете сделать качественные снимки. Что еще здесь есть? Ну, там под водой тоже, само собой, имеется. Там всякая дополненная реальность. Искусственный интеллект, естественно, также у нас здесь имеется. Значит, с записи видео, с записи видео, давайте я вам продемонстрирую режимы. Значит, 4К, Full HD можно снимать, 60 фпс. Ну, просто Full HD, само собой, в кодеке. H-265 тоже, в принципе, можно снимать, и это хорошо. Портретный режим у нас позволяет делать размытие заднего фона в разных стилях. То есть, либо круги, сердечки, либо спираль. Ну, посмотрите в примере фото, о чем я говорю. Ночной режим, естественно, тоже позволяет делать снимки более качественными. Но для этого все-таки нужен, я бы сказал, штатив. Ну, и диафрагма – это режим, где размывается задний фон. И тут можно менять степень интенсивности размытия заднего фона. Ну, в общем, в принципе, функционал очень широкий, реально очень широкий. И также, благодаря трем камерам с разным фокусным расстоянием, то есть, основная камера на 40 Мп с фокусным расстоянием в 28 мм, потом широкоугольная камера у нас с фокусным расстоянием в 16 мм, 20 Мп, и зум-камера, то есть, видите, трону и зум своего рода, это у нас камера на 8 Мп с фокусным расстоянием в 80 мм. На самом деле, полезная вещь, полезная вещь, я пользовался, то есть, и широкоугольным объективом фотографировал, и зум-объективом пригодился. Вот широкоугольный интересен, в маленьких помещениях можно снимать, также архитектуру снимать благодаря широкоугольному объективу можно, то есть, полезный объектив. Зум-объектив, это где-нибудь там вдалеке можно объект такими сфотографировать, и зум-объектив лучше фотографирует, допустим, портретные съемки, то есть, ну, кто занимается фотографией, знает, что портретные снимки получаются, ну, как бы на 80 мм лучше и более правильные, чем на фокусное расстояние в 28 мм. То есть, в принципе, тройная связка камер, я считаю, оправданная, реально очень даже хорошая. Ну, естественно, сами сможете оценить, я предоставлю вам примеры фото и видео, то есть, сможете все убедиться, то есть, видите, в темноте, как снимает, очень годно, то есть, широкий динамитический диапазон. В общем, примеры фото и видео все сможете увидеть, в сравнении с Pocophone F1, с Meizu 16, все сопоставить. И вообще, хочу сделать отдельное видео, где смогу более широко раскрыть потенциал этой камеры, ну, то есть, продемонстрировать и сопоставить со стандартным фотоаппаратом. Хотелось бы мне это сделать, не знаю, получится, не получится, но надеюсь, что получится. Значит, по поводу фронтальной камеры. Фронтальная камера здесь у нас на 24 мегапикселя. Давайте фото выберем. Также у нас есть режим HDR. Ну, фронтальная камера, в принципе, неплохая, но тут уже сказать, что вот прям-таки она меня впечатлила, не скажу. То есть, в принципе, такая вот стандартная, как на многих телефонах, на которые я делал обзоры. Ну, а там далее смотрите примеры фото и видео в сравнении с другими смартфонами. И оценивайте все сами. Давайте произведем тест камеры нашего смартфона. Запись видео производится в 4К разрешении. Это, несомненно, хорошо. Фокусировка как автоматическая, так и по тапу. Автофокус отрабатывает быстро и плавно. Значит, стабилизация у нас здесь, я так понял, электронная, но оптическая есть именно в телезуме объективе. В принципе, ну, хотя, видите, электронная тоже классно работает. Теперь по поводу зума. Значит, когда я зумлю, у нас, получается, переключается между разными объективами. Смотрите, сейчас в 10 раз, хоп, и переключился у нас объектив на телезум. Здесь у нас, получается, тройной зум оптический, и дальше идет именно такой вот электронный зум. Вот. И вот так вот, если я переключаюсь назад, то у нас переключается на широкоугольный объектив. То есть здесь своего рода такой вот, можно переключаться между тремя модульными камерами во время видеозаписи. Это круто, это, несомненно, круто. В общем, камера в плане видеозаписи реально порадовала. Теперь давайте проверим запись видео при недостатке освещения. Что у нас с автофокусом? Все замечательно, все хорошо. Чистый кадр, когда вы понимаете, что хватает, в полной темноте тоже все у нас замечательно. Фокус ловит быстро. Значит, теперь давайте включим широкоугольный объектив, посмотрим, как он снимает в полной темноте. Чистый кадр тоже хватает. Фокус ловит быстро. И переключимся на зум-объектив. Зум-объектив, ну, видно, что уже тут у нас немного картинка шумит. То есть ощущается, что апертура похуже здесь. Ну и напоследок запись видео со вспышкой. Яркости у нас здесь предостаточно на стандартном объективе. Теперь широкоугольный включим, посмотрим. Да, тоже яркости хватает. И теперь зум-объектив. А вот для зум-объектива яркости немного недостаток. То есть, видите, картинка не может поймать фокус и излишне шумит. Ну, теперь давайте при макросъемке посмотрим на стандартный объектив. Все в порядке, работает камера отлично. При широкоугольном тоже все замечательно. И зум-объектив. Ну, тут тоже все четко, картинка у нас резкая, без каких-либо излишних шумов. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...